и покажи как работают пальцы на смычке они делают вот что-то вот это у тебя сейчас этого не было совсем на спеке сразу второй вариант спиката то же самое подряд не по два смычка на одну ноту а по одному смычку на каждую ноту нет, нет, тут у тебя четверти были у тебя уже восьмушки были это четверть я тебе даю я тебе четверть даю, мне нужны восьмушки подряд гамма одна нота, один смычок один смычок, одна нота это у меня колоссальный случай был в нижнем, что ли, на мастер-классе вот так же занимались спиката сидел клоп, ну вот в половину меньше, чем она занимались спиката я что-то отвлекся, потом смотрел, что-то играет потом останавливаешься, так затрушься, да ну что стучать-то перестали типа уже взялся стучать, так стучи давай чтобы у меня ритмично было смотри на заказчике и пальчиками работать да, ну а вонтонации стой, а вонтонации сейчас не говорю? это же очень фальшиво я бы хотел сказать про голову что шея должна быть ровно и смотреть сюда вообще запомни запомни такую вещь в гамме, да мы должны заботиться о хорошем звукоизвлечении понятно? а когда мы играем стриховые вещи мы должны заботиться о хорошей интонации я понятно выражаюсь? как ты это понимаешь? как ты это понимаешь? ах все все не надо переводить уже я все понял могу еще пару аналогичных пословиц немецких приобрести от старых немцев мастеров стройников да? очень полезные вещи деминоэндо это пиано а крещендо это пиано деминоэндо это форто а крещендо это пиано вот тут и не отделываешься своим горьким вздохом а надо подумать и объяснить что где когда да? а у них телевизора здесь нет 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 это правильно и вайфоя нет деминоэндо это форто? да и наоборот вот подскажу я тебе уже понял подсказывать? подсказывать для того чтобы получилась хорошая деминоэндо нужно форто это как понимаете? то есть форкнутая деминоэндо не получается без форто и наоборот понимаешь да? и еще одна поговорка на немецкой тоже очень полезная привезут значит настоящий мастер стройник да? может сыграть пианиссимо у самой колодки и фортиссимо у самого конца можно считать что ты владеешь мучком и Наталья Калышковская она так рассказывала она училась с ним в два копейца 5 а потом перестанем в класс не помню сейчас уже номеров но какие-то очень заквыстые типа последнего 12 не такой как у тебя он считается простым а другие вот и она очень довольна сыграла смотрит на него ожидает похвалы все а он что-то накмылился так ведь ну это ты выучил а тут классовый сидит а теперь давай-ка еще раз играй только начинай в другую сторону смычку понимаешь да? издевательства вот крупные скрипачи западные так хейсы допустим говорили что по-настоящему когда ты владеешь инструментом смычком предвидения да? возьми-ка свою сонатку сыграй первую часть только все наоборот смычками понимаешь да? получится черти что но если получится близко чем ближе ты подойдешь к нормальному этому смычку тем лучше ты и владеешь короче вот это шпикатор второй вариант третий вариант триоль та-та-та-та-та-па-па-па-па-па-па-па сейчас не играй что-то с глазами надо капать уставь глаза да? или от света болят? не знаю я не капал потом ну ключи это идет и четвертый вариант это подряд с триолями та-та-та-та-та-та-та-та-та-па-па-па-па-па вот это самая твоя гамма вот следующий вариант которая с тобой интереснее они называются трейминированное спиката и это и тот стриг который у тебя в итюде как играются в гарни и играются так там-па-па-па-пам та-та-та-та-та-па-па нота вниз в диташе вверх две спикатные ноты пожалуйста Очень неплохо звучит нота вниз. Единственное, что две ноты вверх, ты играешь действительно с пиката, но ты играешь вот таким движением. А что мне надо? Па-па. Представляешь себе, что ты вкручиваешь лампочку. Они должны не просто падать, они должны пальчиками подцеплять ее в момент падения. И этого штриха тоже четыре варианта. Это я пока не требую тебя. Паралоги, если дай вам спиката. Подряд. Тот же штрих, но все подряд. Не повторяйте. И два варианта с триолины. Первый вариант по аналогии с тем, да? Там, па-па-па-пам, па-па-пам. И четвертый штрих. Спой? Точно. Так вот берем этот самый вариант. Там, па-па-пам, па-па-пам. И играем. Там, па-па-пам. Та-па-па-пам. Та-па-пам. 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 Вверх. Пожалуйста. Играем не восьмушку и две шестнадцатые. А играем триоль на кутюзе. Вверх. Лам-пам-пам-пам-па-пам. Та-па-пам. Да, мы играем. Нет. Лучше, 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 пока повторяй. Ла-та-та-та-па-та-ти-па-па-па-па-та-та-там. Смотри, смотри. Рам-пам-та-там-пам-та-там-пам-та-там-пам. Иди слышно. Та-па-пам. Да. Единственное, что вот эта нота, которая вниз мышком, она у тебя тоже будет спиката здесь. Что будет поближе. Будет похожее. Та-па-пам. Все спиката. Шея ровная. Стоп. Стоп. А глаза на запястье и на пальцах. Та-па-пам-та-пам-та-пам-та-пам-та-пам-та-пам. Вот этим заниматься тебе надо каждый день. Да. В твоей гарме. Не пытаться играть этюд этим штрихом. пока левая рука не будет готова латата тататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат для того чтобы сделать и посетить что здесь было вот это дело